Друзья, всем привет! Сегодня видео о том, как обмануть самого себя при покупке автомобиля. Ну и естественно, потерять при этом деньги. 1300, тут вообще не пробивается. Бомж пакет. Смешка снималась. Отсюда жопа у вас варена. Вот такие вот, могут не сполироваться. Скорее всего, что в ряде сполируются. Нижняя часть крышки багажника, тоже шпаклевки. Выезжал, назад велосипедист. Скоро уже облежу. Получается, она вся красная штука? Герметик наложен кисточкой. А, вон и сварочка. На двустороннем скотче. Базошита-боковушка. Поддержка. Короче, жесть. Первый автомобиль, который сегодня к осмотру, это Honda CR-V. Машина довольно интересная тем, что она практически не имеет подкрасов. Есть единственный подкрас из-за того, что заехал в заднюю крышку багажника велосипедист. Покупала его женщина для своего отца. Какое-то время отец ездил на автомобиле. Сейчас они просто решили купить другой автомобиль. Тут есть такие незначительные коцки под крашеным пистолетиком. Ну, не пересы с кисточкой. 126, 125, 147, 148, 150, 152, 170, 168. Ну, тут ничего не было. Нет. Ничего вроде бы. 64. Толщина разная, вот это показывается. Ну, толщину уж краски меряет, поэтому и разная. Что она хочет сказать? Говорит о толщине краски. Я не ладу, толщине краски. Крашена, не крашена. Говорит, что крашена? Нет, руле, как тут пятнышко. Ну, это надо будет перепроверить. По манере поведения, по манере общения, эта женщина, она действительно не имеет отношения к продаже автомобилей. Зад, да, крашеный. Ну, не крыло, а крышка багажника. Крышка багажника, да. Двери не видно, что тут, наверное, все-таки снимались. Все просто вот это дыри. Да, крашена со шпаклевочкой. 380, 380, 440, 447, 400, 300. Тут вообще не пробивается. Вот этот фрагмент, он вышпаклеванный. 1400, не пробивается. 1900, 1500, не пробивается. Они проверяются чего? Ну, оно из шпаклевки. То есть до металла не достает прибор. Крышка снималась. Где? Тут тоже откручивались болты. Тут тоже шпаклеванный проем. Нижняя часть крышки багажника тоже шпаклевки. Тут следов лихтовки не видно. Все хорошо. Следов лихтовки, говорю, сзади не видно. Этот бампер он также окрашен. Структурная краска, она мне не родная. Этот бампер он не окрасился. Тут также отведем следы от малярки. Тут, если присмотреться, вот такого плана. Со слов продавца, уезжал зад велосипедист. Газборчик хороший там тут. Это крыло также окрашено. Что? Это крыло также окрашено заднее. Окрашено? Да. Не может быть такого. Видите, прибор не врет. Тут 137. Тут 208. 1210. 1229. 129. Ладно, непонятно, что сложно увидеть шпаклевку человеку, который не понимает в этом. Но можно же увидеть, что один цвет отличается от другого. Крыло от двери отличается. И, ну, я вижу. 139. Это крыло. То есть дверь также окрашена со шпаклевкой. 230. Глушите, показатель. 370, 180. 256, 207, 241, 244. Получается, она вся окрашена, что ли? Пока я нашел только заднюю левую дверь. Крышку багажника, бампер, низ крышки багажника пластикового. Это крыло и вот эта дверь. Еще пока не домерил до конца. Тут такие следы рихтовки. Пластмасска. Надо будет там подсмотреть. Так, дверь эта у нас откручивалась. А вы переоформляли ее на себя уже, да? Я ему покупала ее. А, то есть она на вас стоит, да? Да. Эта дверь вся не крашена. Мне там чуть-чуть историю рассказали, поэтому... Ну, я имею в виду Вадик, который за ней. Не, ну, то, что вот зад, это да. То есть, как бы, ну, вот это вот, это для меня сейчас вообще... Если верить официальной версии, то в этот автомобиль заехал очень-очень большой велосипедист. И он не просто заехал, он, наверное, вот так залетел. Или же эта машина просто заехала в стаю велосипедистов. Потому что поврежден капот, повреждена правая бочина. Крышка багажника, она с огромным количеством шпаклевки, особенно с правой стороны. Так себе версия. Следующий автомобиль выбирала уже не девочка. Следующий автомобиль выбирал уже парень. Парень осведомленный. И парень честно сказал, что у него... Он красил передний бампер, он честно сказал, что он красил переднюю левую дверь. Но, как часто бывает, люди неосведомленные, они не видят очевидных вещей. И то, что кажется нашим парням уже такой заезженной темой, и непонимание в глазах, как этого можно не увидеть, тем не менее, люди этого просто не видят. Посад. Под капотом у него колечки. Под форсунками, можно сказать, покинули чат. Чуть-чуть не керметичная турбина, но это мелочи. Кручные болты крыла. Фары в бронепленке. Есть дистроники, есть парктроники. Вперед-зад, камера. Сначала все хорошо. Зазоры просто невыносимо красивые. Ну, настолько красивые, что не во многих автомобилях бывает такое с завода. Я уже автомобиль осмотрел. Могу сказать вкратце, что у нее только три элемента не крашеных. Вот дверь, о которой нам говорил продавец. Вот мы обрисовывали, где что здесь было. 300 микрон было, там 400. Эта дверь перекрашенная. Дальше. Вот эта дверь тоже крашеная. Причем крашеная она с мусором. Телефон, наверное, не передаст. Может здесь видно будет. Так-то она выглядит ровно. Крыша 118, дверь 152. Опять-таки этот мусор. Крыло 129, 147, 132, 137, 265, 354, 198. Герметик наложен кисточкой. Дальше здесь. Вон, видно. Так, поклевочкой намазывали. Прятали точки. На герметик посадили. Здесь надо много разобрать, чтобы понять, по какие поры, точнее, покуда варена задница у этого автомобиля. Когда наш Андрей увидел повреждения, он уже хотел остановить обзор. Он его уже остановил. То есть мы уже точно понимаем, что за данный ценник этот автомобиль нам вообще не интересен, потому что он заявленный как целый, как хороший. Но продавец, который искренне удивлялся, я очень попросил Андрея, чтобы он продолжил и рассказал хотя бы правду об этом автомобиле. Так, уже мы с светом. Вот этого герметика здесь не должно быть. Он не оригинальный. Вон там тоже на крыле. Желтенький. Здесь тоже под герметик. Точно так же никаких точек здесь не видно. Человек самостоятельно покупал автомобиль у собственника. Смотрим здесь. Продавец очень адекватный человек и сам этого всего не знал. Но в этом, если более глубоко порыть, то есть подразобрать ее там, это будет более интересно. А вон и сварочка. Я ее вижу. Вот посюда у вас жопа варена. Что-что? Посюда жопа у вас варена. Отсюда? Да. Там шов. Его на камеру видно. Сварочный. По лонжерону. На двухстороннем скотче. Видно, как буквы приклеены. Кстати, сразу упал взгляд у меня на задницу, потому что она слишком круглая у него. Обычный человек, то, что задница у этого автомобиля закругленная, ну, даже, наверное, бы не заметил. Да и не заметил, как в этот раз. Она по зазорчикам такая идеальная. Такая хорошая краска. Везде, практически везде лежит хорошо. Ну, за исключением того мусора, который нужно заглянуть, увидеть. Надо понять, куда смотреть. И для обычного человека это абсолютно нормальный автомобиль. А по факту мы имеем, что автомобиль был клепанный и к нему приварили заднюю часть автомобиля. Да, приварили хорошо. Но эта машина переоценена. Вот я почему. Я ничего не имею против ремонтированных автомобилей, как в него часто топят. Но, ребята, когда машину позиционируют, как она не битая и не крашеная, а для меня это крик души, это есть неправда, потому что машина действительно имеет ценность, когда она не битая и не крашеная. Но в данном случае это совершенно не тот случай. Посад тоже не совсем ровно наклеена. Зато зазоры огонь. Прилетало этому автомобилю по жопе. Вот фонари тоже неровно стоят. Снимать уже мы не будем заднюю обшивку, чтобы посмотреть, какого года фонари от этого автомобиля или нет, но вряд ли не от него. 990, 1059, 739, 1356, 1500. Оверфлоу не пробивается. Кстати, где-то в этом месте, возле стакана сварка, там тоже на видео было видно. Сколько лет назад вы его покупали? Два. Два. Ну, как два года спустя, то еще неплохо было сделано. Лючок здесь тоже, на что сразу обратилось внимание, что не живет он как ему надо. Есть ударчик маленький от дверей другого автомобиля. Мятинка. Мятинка. Мятинка уже. Со словом мятинка ржут, будем говорить мятинок. У нас уже один есть. Мятка, царапка. А вот эта дверь в родном окрасе. Она с дефектом. Есть грубая вмятина. Ее оттуда выкатать беспокрасочно будет очень проблематично. Это крыло тоже крашеное, крученое. В этой ситуации в проигрыше остались только сами продавцы, потому что здесь была ошибка изначально. Они, понадеявшись на свои силы или же поверив продавцам, они приобрели эти автомобили дорого изначально. Они переплатили как за небитый, как за некрашенный. А теперь у них остается два варианта. Либо же пойти на сделку с совестью и продать этот автомобиль вот так вот. Он небитый, некрашенный и тому, кто поверит. Ну, или же потерять часть денег. Потому что, когда придет посмотреть на этот автомобиль человек осведомленный, то, ну, тут такой номер не влезет. Хотя факт того, что автомобиль небитый, некрашенный, это тоже не показатель того, что автомобиль имеет большую остаточную стоимость. Вот сейчас, например, имеем автомобиль из-под дедушки. Он небитый, он некрашенный, он внешне выглядит хорошо. У него все стекла родные, даже лобовое. И оно не менялось. Но смотрим. Шкода Атака. Значит, здесь... Ну, короче, не мыли, не замывали, ничего не делали. Под форсунками тут два кольца опускает, есть запотевание. Так, с крылом все хорошо. Крыло не крашено. Капот. Тоже все хорошо не крашено. Есть на капоте. Вот такая вот отключивается. Другое говоря, с накладки. Решетки. Тоже не красились. Ручки вот такие вот запиленные. Так, по низу тоже все хорошо. Тут много, множество есть царапин. Что-то спалернется, что-то нет. Ну, вот это, думаю, спалернется. Так, зеркало треснутое. Вот трещина. Вместе с поворотником. Так. Двери тоже все хорошо, не красились. Есть вот тоже вот царапины. Вот такие вот могут не сполироваться. Скорее всего, что в ряде сполируются. Сзади меня крышка багажника. Тоже все хорошо. Здесь, в принципе, еще более-менее нормально. Крышка багажника не отнималась. Здесь заднее крыло. Тоже все хорошо. Стекло 10-й, 10-й, 10-й. Оригинальный. Лобовый тоже оригинальный. Дверь. Тоже с ней все хорошо. Передняя дверь. Тушь. Целая. Крыло целое. Здесь все хорошо. Визуально по кузову, так вот смотришь, вроде бы ничего. Вроде бы можно подполировать. Хотя я понимаю, что есть места, где там уже не получится сполировать. Но с этим можно мириться. Машина снаружи интересная. Можно взять подкрашивающий полироль. Можно много чего. Но давайте заглянем в салон. Так, по карте. Такие вот затертости, царапины, грязь. Вот тоже в таком состоянии. Карта задняя, левая. Так, здесь. Сейчас светик включим. Тоже есть царапины. Здесь вот ручник уже кусок кожи. Отпал, можно сказать. Ручка передач. Вот селектор. Тоже шкура уже облежала. Качанчик торчит. Потолок немножко грязный. Его подхимчистить надо. Ну, так, как-то так. Здесь вот такие вот затертости. Педали выглядят. Больше 300. Даже затертость. Ткани. Руль тоже запиленный. На немогу. Селектор тоже. Затертый. Порванный кожух селектора. А здесь вообще. Бомж пакет. То есть сидение в таком состоянии. Тряпка порвана. А вот это как, помните, дедушки с бабушками. Штаны ватки делали. Дырки зашивали. Ну, где-то так. Зашита. Зашита боковушка. Поддержка. Короче, жесть. И доказательством тому, что этот автомобиль действительно из-под дедушки. Это то, что латала ему это сидение бабушка. И вот пример того, что в сфере автопродаж верить на слово людям или же быть сильно самоуверенным, это нифига не лучший инструмент. Ладно, не будем затягивать. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Зато сэкономили на автоподборе.